Девушки отдыхают Девушки отдыхают Младший брат Саша Год назад случилась беда Саша попал в аварию И оказался на инвалидной койке Вова бросил учебу И круглые сутки ухаживал за больным Кормил с ложечки, менял памперсы Переворачивал, мыл Все соседи пользовались его поддержкой Если нужно было кого-то сопроводить на процедуру Или сходить в магазин Володь с такой готовностью откликался При том, что достаточно в тяжелом состоянии Находился его брат Вот он был там душой всей палаты Я бы так это сказала Этот период в жизни Вовы Был одним из самых кризисных Переход от привычной детдомовской жизни К самостоятельной взрослой Прошел по самому негативному сценарию В это же время Вова получил Условный срок за хулиганство И в это же время пришел в центр Постинтернатного сопровождения выпускников Когда первый раз я с ним увиделся Я думал, ну с этим мы вряд ли сладим В домике детства сразу поняли Что на Вове надета обычная защитная маска Парень с детства не привык никому доверять И не понимал, с какой стороны ждать нападения А с какой защиты Для меня как-то Ну мне такой человек, что он прям Близкий был прям Если кроме брата и все А Мася нет Да не, без толпы И все равно она так же пьет От этого толка И никакого вообще не будет К удивлению волонтеров Занятия в теремке дали неожиданно мощный результат Вова стал одним из самых активных участников Всех мероприятий Полюбил готовить, возиться с малышами Забыл хулиганское алкогольное прошлое Я ему стал доверять очень много То есть он помогал очень много Он помогал там девушке-инвалиду Переезжать Помогал волонтерам там Тоже с какими-то делами То есть он довольно-таки активно Очень показал хорошо себя Вот со спецназом Когда мы занимались На сборах были У меня даже и в мыслях не было Что у него какая-то проблема Там обрисовывается А проблема обозначилась неожиданная Условный срок, полученный Вовой Предполагал не только хорошее поведение Но и регулярные раз в неделю Отметки у инспектора Требование, казалось бы, очевидное Для любого нормального человека Но не для мальчишки, выросшего в детском доме Ограниченное пространство В котором воспитывался Вова Отсутствие личного опыта И понятийной сферы Привело к неразвитому социальному интеллекту Вовка, как и многие другие Оказался неспособным нести Социальную ответственность Ну то, что он считал То, что он ходит отмечаться Вот в эти вот разы В свои официальные разы Там четыре раза в месяц Это как бы достаточно Остальные разы Там можно один раз пропустить Ну так же, как он в колледже, допустим Пропустил, еще что-то Что его поймут, что ему пойдут навстречу Почему его не могла Постоянно застать на одном месте Инспектор Потому что он жил с матерью А ее сожитель выгонял его Когда напивался Незнание закона, как известно Не освобождает от ответственности И сейчас Вова в СИЗО И готовится отправиться в колонию На три с половиной года Вор должен сидеть в тюрьме, верно? С Жигловым-то я согласна Вор должен сидеть в тюрьме Но вот воры ли Эти дети Я говорю дети с полной уверенностью Даже когда мы говорим О людях 18-19-20-летнего возраста Потому что опять же Психологическая наука Говорит нам о том Что до 21 года Лобные доли коры Больших полушарий Не сформированы Это отделы мозга Которые отвечают За ответственность В юридической практике Есть термин Факторы криминогенности К ним в первую очередь Относят воспитание Вне семьи И негативный семейный опыт А также отрицательную социализацию Оба фактора неизбежны Для детей-сирот Отсюда и статистика Каждый четвертый выпускник Детского дома Потенциальный преступник Такое впечатление Что находясь в государственном учреждении Дети не понимают Что взять чужое Это значит Приступить к чью-то границу Мне нужно сегодня пойти Не знаю, на свидание Или мне понравилась эта кофта Я беру та, которая чистая А не та, которая моя И зачастую это стирается В подобных учреждениях Все вокруг общественное Все вокруг мое Да, у них есть образцы Они знают, что хорошо, что плохо Но при этом зачастую Не умеют применить это для себя лично А вообще, почему мы попадаем В тюрьмы после детских домов Там и так далее Я не знаю Это Мы просто не приспособлены к жизни В детских домах люди Они просто Как вам сказать Не до конца Утятся жить Они не умеют жить На воле Не умеют Семь лет тюрьмы Таким итогом Ознаменовался для Пети Первый опыт самостоятельной жизни Без привычного детдомовского контроля Он растерялся Несмотря на то, что все годы В учреждении Ненавидел систему И всячески ее отвергал Как и еще один выпускник Виктор Как и большинство детдомовских детей Взрослые там говорили Это нельзя То нельзя Не ходи А мне как бы хотелось Противодействовать Этим действиям Противодействие Отсутствие значимого взрослого Для Вити Закончилось Девятилетним сроком заключения И такой опыт Получает больше половины Всех детдомовцев Взамен опыта жизни В семье Образования И поддержки Опыт выживания В недетском доме Строгого режима Это достаточно трудный опыт Его никто не переживает Ни как травму То есть нету таких людей Которые выходят оттуда Теми же, кем они туда вошли И, к сожалению Уровень рецидивов В случае, если Несовершеннолетние И юные люди Осуждены К реальным срокам Возрастает Отбыв такой большой срок Мне страшно было на свободу Уходить То, что я Не привыкну к этой жизни То, что я испугаюсь То, что я Ну просто неосознанно Опять допущу какую-то ошибку За что опять попаду в тюрьму Я очень боялся Назад вернуться Очень боялся 96% судей, следователей Сотрудников МВД Не верят В то, что ребенок Может исправиться в тюрьме Негативный опыт Полученный там Въедается в мозг И в сердце Проникает в кровь Живет в подсознании И навязчивых снах Детдомовцы Не представляют Меру ответственности Но познать ее в тюрьме Сомнительный урок Для психики подростка Нет Тюрьмой В этом Нет, в тюрьму Нет Жизнь сломана Судьба сломана Мы другие люди У нас Другое восприятие к жизни В тот самый переломный момент Когда мы выпускаемся Из детских домов У нас другое восприятие И это восприятие к жизни К сожалению Цель наказания Исправление Как правило Недостижимо в наших тюрьмах 70% рецидивов Совершают именно те Кто узнал зону В раннем возрасте Волонтеры домика детства Обратились в суд И пытаются спасти Вову От тюремного заключения Они уверены Что он уже раскаялся В течение года Парень не совершил Ни одного Асоциального проступка Это называется Деятельное раскание В юридической науке То, что он не ходил Не отмечался Само по себе Не преступление Это нарушение режима Понимаете, да? И за это Осуждать его К реальному сроку Ну, по-моему Это слишком сильно Если его осуют К реальному сроку Гораздо больше вероятность Что однажды он вернется В тюрьму Уже с совершенно другими С совершенно другими преступлениями Потому что Для того, чтобы выжить там В системе исправления наказания Нужно воспитывать Совсем другие качества В себе Как в личности Нежели те, которые Нужны для того Чтобы адаптироваться В нормальном обществе На Западе возраст Полной уголовной ответственности Наступает в 21 год У нас по большинству Преступлений уже в 14 Вове 19 Он должен отвечать За себя по закону Несмотря на то Что это взрослые Сделали его мир Не раем, но адом Что он ребенок У которого украли детство И не научили ответственности Один из тысяч К ним много вопросов К себе только один Что лично ты Мог сделать для того Чтобы ребенок Не оказался в местах Лишения свободы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok